Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. На телеканале «Звезда» время новостей. В студии работает Капитолин Зинкевич. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Развитие кластерной системы в Беларуси на примере функционирования новополоцкого инновационно-промышленного нефтехимического кластера. Тема на повестке заседания научно-консультационного совета при президиуме Верхней Палаты Парламента, работу которого возглавила Наталья Качанова. В Беларуси продолжают формирование студенческих медицинских отрядов для помощи медикам. Таковые уже приступили к работе в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке. 10 декабря в Беларуси будет дан старт новогодней благотворительной акции «Наши дети». Подробности далее. Развитие кластерной системы в Беларуси на примере функционирования новополоцкого инновационно-промышленного нефтехимического кластера. Тема на повестке заседания научно-консультационного совета при президиуме Верхней Палаты Парламента. На новополоцкой площадке для обсуждения актуальных вопросов собрались сенаторы, представители научного сообщества, госорганов сферы образования и нефтехимии. Не случайно именно здесь, в городе, с 2017 года функционирует нефтехимический кластер, участниками которого изначально были Новополоцкие горы с полком, открытое акционерное общество «Нафтан», Полоцкий госуниверситет. Цель стояла три – единое развитие предпринимательской инициативы и повышение инвестиционной привлекательности, активное использование в промышленных процессах научного потенциала и подготовка кадров. При Совете Республики действует научно-консультативный совет. Сегодня выездное заседание мы провели здесь, в городе Новополоцке, рассматривая, на мой взгляд, очень важный вопрос – функционирование инновационно-промышленных кластеров, которые созданы в нашей стране, в том числе здесь. И сегодня мы на примере этого инновационно-промышленного кластера рассматривали, насколько эта форма эффективна будет в экономике нашей страны, насколько она найдет свое место. Наверное, эффективна, потому что, прежде всего, это подготовка профориентационная, подготовка кадров. Однозначно. Тогда, когда здесь, в городе, сконцентрирована и наука, и образование. То есть есть кадры, есть ученые, есть предприятия, где можно внедрять эти инновационные разработки. Но важно, чтобы это действительно функционировало, чтобы это было эффективно, чтобы не приходилось нам проекты заказывать где-то в других регионах или в других странах, для того, чтобы оборудование мы могли свое иметь для этого производства. Поэтому перспектива в этом есть. В обсуждении участники включились активно несколько спикеров на повестке самые актуальные вопросы дальнейшего развития, в том числе и финансовой поддержки. Отмечена важным моментом стала профориентационная направленность в работе кластера. Выстроенная система сегодня позволяет готовить специалистов со школьной скамьи, при этом учитывать кадровую потребность на перспективу. Для Нафтана этот вопрос актуален, ведь производственные мощности планируется расширить с вводом в строй новых объектов, требующих высококлассных специалистов. За три года мы уже увеличились и количественно, я считаю, и качественно. На данный момент у нас восемь участников соглашения, которые представляют не только учреждения науки и образования, но и представители бизнеса, инвесторы, как наши внутренние, так и очень активный интерес проявляют к деятельности кластера. Внешние инвесторы, вот одна из китайских компаний, серьезных китайских компаний, тоже стала участником соглашения по развитию кластера. Интерес есть как со стороны российских, со стороны западных компаний, которые работают в этом направлении. Благодаря высказанным мнениям и глубокому анализу проведенной работы, научно-конституционный совет дополнил решение новыми пунктами. Оно и ляжет в основу дальнейшего функционирования Новополоцкого нефтехимического кластера. На этом рабочий визит в Новополоцк председателя Совета Республики не завершился. Наталья Качанова встретилась с активом Новополоцка и Полоцкого района. В ходе диалога обсудили актуальные вопросы и перспективы социально-экономического развития региона. Пока учебные заведения готовят высококлассных специалистов для открытого акционерного общества «Нафтан», на предприятии продолжают строительство комплекса замедленного коксования. Сроки завершения инвест-программы середина 2021 года. Реализация инвест-проекта направлена на увеличение глубины переработки нефти и соответствие качества выпускаемой товарной продукции всем действующим и перспективным требованиям стран Европейского сообщества, технических регламентов Таможенного союза. Благодаря завершению инвестиционных проектов, входящих в комплекс замедленного коксования, прогнозная глубина переработки нефти для предприятия достигнет мирового показателя в 90% и более. В результате модернизации «Нафтан» сможет перерабатывать до 12 млн тонн нефти в год. Фактически работа комплекса полностью перекроет потребность страны в дизельном топливе и бензине. Открытое акционерное общество «Нафтан» не единственное, кто продолжил модернизацию своих производств в условиях пандемии. Участок порошкового окрашивания в ноябре 2020 заработал в открытом акционерном обществе «Измерительного полоска». Это не только создание новых рабочих мест, но и экономия ресурсов, повышение контроля качества производимой здесь продукции, повышение доходов предприятия. Кстати, год в целом здесь выдался продуктивным. Продукцию, выпускаемую измерителем, на сегодняшний день используют такие крупные промгиганты Беларуси, как МТЗ, МАС, Анкадор, БелАЗ. Частично заказы идут на экспорт. У нас есть рост объемов производства почти 18%. Если бы не было этой пандемии, мы бы сработали еще лучше. Это однозначно. У нас была остановка на почти полгода по новому направлению. Мы отгружаем свою продукцию в Литву. Они остановились были полностью, поэтому и у нас объемы производства по этому направлению просели. За рубежом основной потребитель нашей продукции сейчас считается Петербургский тракторный завод относительно новое направление для нас. Мы его начали плотно реализовывать в 2018 году. И за два года мы увеличили объемы отгрузки на это предприятие в 8 раз. Сегодня открытое акционерное общество «Измеритель» специализируется на производстве и выпуске сложной силовой электроники для управления навесными устройствами, спецтехники, тракторов, погрузчиков, грейзеров. Продукция уникальная в большинстве своем, не имеющая аналогов на территории Республики Беларусь. В Беларуси продолжают формирование студенческих медицинских отрядов для помощи медикам. Таковые уже приступили к работе в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке. Витебский медицинский университет направил в регионы более сотни старшекурсников. Преимущественно они задействованы в консультации больных и контактов первого уровня. В том числе и тех, кто находится дома на самоизоляции и не имеет никаких симптомов. Таковые, согласно последним решениям Минздрава, не нуждаются в дополнительных исследованиях. Вместе с тем, состоянием их здоровья интересуются из контакт-центра. Желание помочь врачам выразили более 2,5 тысяч студентов белорусских медицинских вузов. Стоит отметить, компания действительно добровольная. Это подчеркивают и сами будущие врачи. Говорят, что студенты сами изъявили желание помочь врачам в непростой такой обстановке. Как у вас в университете это происходило? Вам предложили и вы сказали, конечно, поддержим? Да, примерно так и происходило. Поступила информация, что нужны сотрудники для помощи практическому здравоохранению. И все, мы пошли. Вопросы не стояло, помочь или не помочь? Нет. Кто мог по месту жительства, тот и поехал. Скажите, а чем непосредственно здесь занимаетесь? Здесь обзваниваем больных и контактных. Также принимаем звонки, если у людей есть какие-то вопросы, когда им куда обращаться. Или врача на дом вызвать тоже. Вот это примерно к нам обращаются. Захара, скажите, ну вы тоже выразили сами желание приехать в Новополос и помогать нашим медикам? Да, возникла такая необходимость, поэтому я согласился. Как здесь вообще сложно находиться в колл-центре и оказывать помощь посредством телефона? Ну, в принципе, это не сложно. После того, как нас обучили, сказали нам, как необходимо работать, что необходимо делать. Показали, как пользоваться базой данных. Мы начали работать. В принципе, мы уже привыкли. Ребята, вот те, которые заявили желание, это жители Полоска-Новополоска. В количестве 16 человек. Они на сегодняшний день у нас работают в наших амбулаторно-поликлинических учреждениях, в нашей городской больнице. Это студенты 4-го, 5-го, 6-го курса. 5-й, 6-й курс – это с правом трудоустройства. Ну, а 4-й курсники работают уже в счет практики, которую они должны проходить после 4-го курса. Прибывшие студенты – хорошая помощь для новополоского здравоохранения. В большинстве своем молодые кадры взяли на себя ту дополнительную нагрузку, которая в последнее время в связи с ростом COVID-19 легла на средний медперсонал. Это позволило освободить более квалифицированных специалистов для оказания помощи непосредственно людям с COVID-19. Несмотря на большую нагрузку на врачей, амбулаторно-поликлиническая сеть сохраняет работу узких врачей, проведение профилактических осмотров с учетом принципа разделения потоков пациентов. Вход в поликлинику только после термометрии, в случае повышения температуры или выявления респираторных признаков, такие пациенты направляются в специальные боксы. Вход в них организован отдельно. Температурища пациента обслуживается в отдельно организованных перепрофилированных отделениях. Сейчас организовано дополнительно перепрофилированное отделение, чтобы пациентам было комфортно, чтобы не было скучности людей. Поэтому женская консультация временно перемещена в другие кабинеты. И организовано в этом боксе перепрофилированное отделение. Поэтому здоровые пациенты, они идут в центральный вход, пациенты с температурой, с жалобами о респираторную инфекцию, они идут в эти специально организованные отделения. По оценкам специалистов, спад заболеваемости коронавируса можно ожидать весной 2021 года. Такую информацию в эфире телеканала «Беларусь-1» озвучил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. Хотя и сейчас в определенных регионах, например, в некоторых районах Минской области, за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости коронавируса. Не скрывают специалисты факт, что ситуация с COVID-19 сегодня серьезнее, чем при первой волне. Когда на плату выйдем, пока сказать очень сложно. Есть предположения, Министерство здравоохранения высказывает о том, что это будет декабрь, январь. Но вы видите, во всем мире сейчас тоже никто на снижение не идет. К сожалению, все только растут. Поэтому не сильно мы отличаемся от остальных. Поэтому рост все равно есть и у нас в том числе. В 2021 году белорусское здравоохранение рассчитывает приступить к вакцинации российской разработкой «Спутник Ви». В первую очередь вакцинироваться будут медработники, педагоги, силовики. Число привитых на первом этапе ожидается до 2 миллионов человек, что позволит создать иммунную прослойку. Испытания «Спутник Ви» в Беларуси еще продолжаются. Когда они завершатся, тогда можно будет с уверенностью сказать, успешно все прошло или есть какие-то вопросы, отмечают эксперты. Пока никаких проблем среди населения, которому данная вакцина была введена, не отмечалось, они чувствуют себя нормально. Окончательные выводы о применении вакцины будут сделаны после проведения всех испытаний. С первого дня зимы белорусские города сменят свой повседневный вид на праздничные. Подготовиться к новогодним и рождественским праздникам предлагают всем субъектам хозяйствования. В Новополоцке решено поощрить тех, кто проявит большую инициативу и подойдет к украшению своего предприятия более креативно. Организаторами конкурса выступает Новополоцкий городской исполнительный комитет и совет директоров. Распоряжение на проведение этого конкурса и условия были опубликованы, приняты это еще в сентябре месяце. А сам конкурс, конечно, уже проведение, это подача с 1 до 15 декабря. Кто примет участие, призываем принять всех, естественно. По номинациям есть расписанные условия, промоучебные заведения, торговля. Для создания нормального такого настояния людей, конечно, это очень необходимо. И мы просим, чтобы все приняли участие в этом. Готовятся к украшению новополоцкой коммунальные службы. Мы сегодня на стадии проработки вопроса установки зеленых красавиц, украшения ели, да и городских территорий в целом. Будет, видимо, в городе это одна елка и, скорее всего, в микрорайоне, в нашем отдаленном Боровухе и, ну, между речи. Украшения, ну, к сожалению, новых каких-либо сегодня приобретений, там, современных. Ведь вы же понимаете, во всей этой электронике каждый год, ну, невероятное количество, достаточно полистать интернет, там появляется. Да, к сожалению, у нас мы не располагаем средствами, чтобы, поэтому будем там выставлять, вывешивать, украшать то, что было, поддерживать, ремонтировать его. Да, ну и все это планируется к 17-му где-то открытие елки. 10 декабря в Беларуси будет дан старт новогодней благотворительной акции «Наши дети». Проводить ее намерены с соблюдением антикорновирусных мер. Традиционно участниками акции станут госорганы, банки, общественные объединения и другие структуры. Для посещения будет предложено более 90 объектов – школы-интернаты, детские дома, детские больницы и социальные приюты, специальные учебно-воспитательные учреждения, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Всего на республиканском уровне планируется участие в акции более 15 тысяч детей-сирот, детей-инвалидов. Перечень учреждений и организаций, включенных в акцию, будет утвержден до 7 декабря. Одним из ключевых мероприятий акции «Наши дети» по традиции станет новогодний праздник во Дворце Республики. Уже известно, что на главную елку страны пригласят 2370 детей в возрасте от 8 до 14 лет из разных регионов Беларуси. В завершении информационного выпуска я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании. Свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Берегите себя и до новых встреч в эфире телеканала «Звязда». Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. Интернет-провайдер «Вектор» дает Warriors tryingmark закрывать. Мы в цфролайных репорт. Интернет-провайдер «Воктор»